Подъехали к Ивану Николаевичу. Здесь у него база. Это старожил здешних мест. С 83-го года он живет на озере Большой Атако. Всякой техники навалом. Но на берегу чуть никого нет. Зайдем сейчас посмотрим, где Хрязяева. Иван Николаевич вместе со своей супругой Вероникой встретили нас просто как родных. Накормили, показали свою усадьбу. Здесь во владениях Ивана Николаевича. Буквально в сотне метров от озера Большой Атако расположено небольшое озерцо. Относительно небольшое озерцо. Вот оно, озеро Окуневое. Здесь у Ивана Николаевича аквариум. Он прикормил здесь рыбу, в основном сорога. И она буквально стоит по воде похлопать. И она вся сбегается. Современный? Современный сорог. Курит. Долго вы их прикормили, чтобы они как-то... Да годами, наверное. Такой год, лет пять, наверное, кормили. Ничего себе. Ну что, новенькие тоже приучаются, у нас маленькие. Ну, видать, в стае как-то я... Ну так как получается, они с года в год туда и та же сорога сюда подходит. Она же как-бы, ну, напоминает, видимо, или как она... Учит, наверное. Это удивительно, на самом деле. Она же как-бы уходит, а потом возвращается, и он сюда приходит, да? Да, 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 да. Покормили аквариум. Такой небольшой аквариум. Ну, совсем небольшой. Спит. Моя команда. Так мы расположились у Ивана Николаевича. Палатки стационарной. Ну, просыпаемся. Так что... Все вожжуе. Помогли мы Ивану Николаевичу доделать пирс. Иван Николаевичу доделать пирс. Иван Николаевич. Все. Все. Вода на озере падает целый месяц уже, сильно озеро Поэтому у Ивана Николаевича лодки оказались на мели далеко. Мы ему помогли еще столкнуть лодки с берега. И на этот новый пирс их затащили. Прямо одному это было бы трудно сделать. Помогли хорошему человеку. Стас готовится к отбору проб. Он поставил на озере Окуневом сеточку. Там я видел она где-то стоит. Сейчас он ее проверит. Поймает наверное несколько сорок. Будет брать на генетику, на биохимию. А мы пока посмотрим что тут еще за у Ивана Николаевича есть достопримечательность. Тут значит у него баня. Самое интересное здесь. Тут у него аппарат автоклав. Для приготовления тушенки. Какой-то значит цилиндр герметичный с топливной заправки. Вот сюда подается пламя от паяльной лампы. Внутрь этого автоклава загружаются стеклянные банки с мясом. Здесь значит манометр, давление, клапан стравливающий. Здесь тоже какой-то манометр. Здесь это наверное термометр. И в течение двух часов это нагревается паяльной лампой. И в течение суток постепенно этот автоклав остывает и приготовляется тушенка. Здесь у нас установка для горячего копчения рыбы. Но здесь все просто, из подручных средств. Лист железа. Под ним еще один лист. Вот сюда загружается рыба. Допустим окуня. Вниз угли. Накрывается стальным листом. И получается рыба горячего копчения. А здесь печка. Печка. Дымоход. И вот там самое интересное. Это установка для холодного копчения рыбы. Самое интересное здесь внутри. Так, ага, вот уже. Не надо ронять песок. Вот, рыбка холодного копчения. Ха-ха-ха. Отведайте. Так, ага. Мммм. Вкуснятина. Ха-ха-ха. Они тоже хотят рыба горячего. Холодного копчения. Ха-ха-ха. Тут работает мотопомпа. Накачивает воду в баню. Вот этого шум такой. А там происходит научный процесс. О! Рыбы наловили. Щуку поймали однако. Илюха боится ее взять. У Ивана Николаевича мы отметили и Илюхин день рождения. Исполнилось ему 14 лет. Ну что, побыли мы у Ивана Николаевича 3 дня. Отчаливаем. Идем на новое место стоянки. Идем на исток Мулама. Самую северную точку озера. Но с Иваном Николаевичем не прощаемся, потому что через день он обещал нас еще раз провести по всему озеру и собрать сезонные пробы со всего озера. Двигаемся к новому месту. Ну вот мы пришли на исток Мулама. Вон ребята загружают лодку. Озеро в дымке. А это сам Мулам. Вот он какой Мулам. Вытекает из озера и течет в том направлении. Вода очень упала. В озере давно нет дождей. И реки все обмелели. Как будет сплавляться, честно говоря, по такой низкой воде, мы вот ломаем голову. Мы с Илюшкой проехали по всей северной части озера и закончили с отбором проб. Остается, как и планировали, завершающий аккорд. Объехать все озеро за день с Иваном Николаевичем и отобрать пробы на сезонный анализ. Наш мотор временами барахлит, глохнет. Но мы научились его оживлять. В воде аккуратненько, давай. И вот, наконец, на истоке Мулама, на нашей стоянке, Илья открыл свой счет по спиннингу. Отличная там была рыбалка. С первого закидая. С первого закидая. На ужин будет зеленая щука. Милое дело. Маэстро, куда вы отлучились? Щука жареная, свежая. С лечком. С лечком. С лечком. А это Стас колдует уже тут. В муке. На сковраде. А куша, конечно, блин, как куша. Ладно, пошли его отпустим. А вечером того же дня на спиннинг пошел крупный окунь. Но его ребята отпускали, потому что рыбы на еду нам было уже не нужно. Сейчас, да? Дверь, когда вот побежали. Сегодня брали пробы на озере. Заключительные пробы. 14 точек. Из них две по глубинам. С утра был день совершенно спокойный. И к концу отбора проб погода стала меняться. Подул ветер. Потом пошел дождик. Возил нас Иван Николаевич на своей лодке. А потом так прижало, что ой-ой-ой, еле мы добрались до Ивана Николаевича. Такая волна. Ой-ой-ой-ой-ой. Я такую только на баре и в дельтилен и вью. Добрались мы до Ивана Николаевича. Он нас любезно приютил. Накормил опять, напоил. С Илюшкой вдвоем мы были. Ну, сейчас вроде ветер стих, но дождь продолжает идти. Но Иван Николаевич пустил нас в домик для гостей. Прекрасный домик. Затопил нам шеечку. А Стас остался на муламе. Один он там. Вещи мы должны были забрать с кордона сегодня. Ну, какие уж тут вещи. Тут самим бы уйти. Ну, вот если погода бы успокоилась, то можно было бы съездить. И забрать вещи на муламах увезти. Вообще-то дождь это хорошо. Может быть, вода в реке подымется. Настолько уж она мелкая. На следующий день мы благополучно перевезли наши вещи с кордона на исток мулама, на лодке Ивана Николаевича. Все работы на озере были нами выполнены успешно. Планы осуществились. Здесь, воссоединившись со Стасом, обнаружили, что наши вещи тут сильно подмочило. Но, несмотря на дождь, над озером висит плотная дымка от пожаров. Ну, вот дождь пошел. Опять. Да, уже съездили, все вещи привезли. Место низкое и мокрое. Но мы с него не уходим. Потому что впереди такой порожистый мелководный участок. Хотелось бы его проходить, когда дождя не будет. Лучше всего по солнечной погоде. Если получится. Поэтому стоим пока на истоке мулама. Наконец, после дождей дымку прибило и открылись горы. Озеро решило с нами попрощаться. Музыка. 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 Вышло солнце, и нам выдалась возможность просушить промокшие за ночь спальники. Войлок, на котором спим. Вот. Все вытащили. Просушиться. А заодно и зарядить аккумуляторы солнечной батареи. У Стаса сегодня день рождения, и он нас, в свое день рождения, решил угостить пловом, колдует, вообще-то мы его должны угостить, получилось наоборот. Погода установилась, мы за это время подготовились к сплаву, пора уходить с озера. Ну вот мы собрались с нашей стоянки, загрузились, впереди дорога, впереди перекаты реки Мулам.